Аллилуйя, дорогие друзья! Я приветствую вас еще раз во имя Иисуса Христа! Пусть Божья сила, которая есть у Бога, коснется вас. Пусть, если вы уже отпали от Бога, вернетесь к Нему обратно. Если вы остыли, Бог перестал интересным быть для вас, пусть Он станет снова захватить вас, пусть оживете вы, пусть придет Дух в ваше тело. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Серьезное дело». Так и называется «Серьезное дело». И сегодня будет тема как раз-таки о радости. Почему так названо? Потому что, как один сказал «Великий человек», я не буду употреблять его имени, я буду говорить об Иисусе Христе, но, возможно, многие знают это имя. Он сказал «Радость – это серьезное дело на небесах». Это не что-то такое, знаете, там, ну, что ты смеешься, что ты радуешься, надо быть серьезным. Нет, я говорю так. Знаете, есть серьезные вещи. Есть серьезные вещи, это очень важные вещи. И радость, 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 счастье, восторг, ликование – это серьезное дело на небесах. Иисус говорил, молитесь так, да придет Царствие Твое, и да будет на земле воля Твоя, как и на небесах. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Видите? На земле должно быть так же, как и на небе. Где мы на земле видим, что было так же, как и на небе? Место, где этому можно проявиться – это Церковь. Это Церковь. Если у вас нет радости, где-то в вашем христианстве есть утечка. Один тоже написал. Действительно, христианство – это… Чем христианство отличается? Почему мы говорим о христианстве? Потому что христианство наполнено жизнью, смыслом, и оно наполнено радостью. Там есть любовь. В христианстве есть любовь. Это то, кстати, что люди сегодня ищут. Люди ищут любви. Люди ищут, чтобы вас любили и быть любимым. Это две составляющие счастья человека – быть любимым. Нам необходимо чувствовать, чтобы нас любили. И вторая часть – чтобы мы могли любить, проявлять эту любовь и ее принимали. Я вам скажу так. Есть безответная любовь. Когда человек любит кого-то, он хочет подарить свою любовь кому-то, а тот человек закрывается от этого. Он говорит, мне не нужна твоя любовь. Я вам скажу, не может такой человек быть счастлив. Счастье, оно и состоит из любви. Это не материальные вещи. Материальные вещи, они дают радость такую, знаете, временную. Это нормально. Это все хорошо. Но любовь – это что-то вечное. Это то, что было до создания мира. И это то, что будет, когда мир закончится. Потому что Бог есть любовь. Счастливый христианин. Сильный христианин. Потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. Неемия 8.10. Пророк и Немия. Немия. И здесь говорится о том, что радость пред Господом. Радость. Вы знаете, что многие люди, они приходят к Богу только с печалью. Только когда у них проблемы. Только когда у них трудности. Только когда кризис. Только когда безысходность. Но это неправильно. Это хорошо, что люди приходят. И все-таки они не идут куда-то в другое место решать проблемы. Но это только начало пути. Да, мы приходим, как блудный сын пришел. Не от хорошей жизни-то к Богу пришел. Но. Это начало. Следующий этап. Мы должны открыть Бога. И открыть Его как источник радости. И я повторяюсь. Это серьезное дело на небесах. Небеса наполнены радостью. Вы ни одного лица печального там не увидите. Грустного. Вы никого там вдохновлять не будете. И вы никому не сможете сделать комплимент, чтобы поддержать его. Знаете, иногда делают комплименты, чтобы человека поднять самооценку. Там все счастливые, там все довольны. Аллилуйя. А знаете почему? Потому что там задают такой тон на небесах. Когда ты попадаешь, ты туда. Знаете, Библия говорит, что в Откровении написано, что Бог утрет всякую слезу. На небесах утрет. На небесах люди придут и будут плакать. Первое, что они будут плакать. Как они прожили жизнь. Что они Бога не знали. Бог всегда был рядом с ними. Они так его не открыли. И Бог написано, утрет всякую слезу. И больше после этого они никогда не будут плакать. Никогда. Знаете, сам Бог хозяин небес. Сам Бог. Бог является хозяином небес. И Он тот, кто задает тон. Он, как сказать, диджей или как это сказать. Это может грубо неправильно звучит. Но именно Он задает, как должно быть. И вы когда увидите Бога на небесах, вы увидите Его радущимся. И поэтому, когда на него смотрят. Знаете, вот когда человек смеется. Вот смотрите, что сейчас произойдет. Я улыбаюсь. Видите? И Даша улыбается. Я вам скажу, Даша не улыбалась. Но она потом заулыбалась. Видите? Знаете? Когда ты сеешь улыбку, ты пожинаешь улыбку. Так Бог, Он сеет радость. Он в ангелов своих сеет радость. И поэтому ангелы, они так радуются на небесах. И для них такая привилегия, такое счастье служить Богу. Они, знаете, как пчелы. Они не устают. Их никто не просит. Ну давай, поднимайся, иди и делай. Давай, соберись. Нету такого. Они с такой радостью. Они же не устают. У них нету сна. Они не спят. Они служат Богу день и ночь. Они с радостью. А почему они это делают? Потому что главный источник задает тон. На небесах это серьезное дело. Радость. И поэтому на земле должно быть это серьезное дело. Это происшествие. И я вам скажу. Я верю, что это послание от Бога. Я верю на сто процентов. Я вообще хотел на другую тему говорить. Я верю, что Бог именно эту тему хочет нас сегодня. Растормошить нас хочет. И если вам с Богом скучно, то вам, значит, неинтересно. А неинтересные фильмы мы что делаем? Переключаем. Правильно? Мы когда выбираем фильмы, мы говорим, Фуууу. Не, 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 нет, нет, нет. Вроде включил какой-то фильм. Пока не прошло время, надо быстрее переключать. Понимаете? Неинтересные фильмы мы переключаем, ища интересные. Пока ты не найдешь тот фильм, который тебе по душе. Если нам с Богом скучно, мы его не открыли. Скука от общения с Богом Приходит только от того, что человек не открыл Бога и не познал. Вот это и есть главная причина. Это может произойти по разным причинам. Духовное невежество, неверие, нечистые мотивы. Вы знаете, на небесах вот это ангелы не могут понять. Они не могут понять. Они не могут понять, как человек пригласил Иисуса Христа в свое сердце, как личного Господа и Спасителя, и забыл про Него. Вы где-нибудь такое видели, что вот вы пригласили гостей себе домой, они пришли к вам домой, и вы такие просто, знаете, чуть-чуть, два слова так перекинулись, и просто ушли. Просто ушли, зашли в телефон или что-то, или пошли кушать сами, знаете, такие, и начали разговаривать. Кто-нибудь вообще так гостей в дом приглашает, чтобы забыть потом про них? Я думаю, что никто, нормальный человек, такого не делает. Итак, ангелы не могут понять, как человек, ведь ему, он же должен был быть наказан, а Бог простил его, у них от этого тоже, они не понимают, они не понимают система благодати, как работает благодать, что Бог все грехи аннулировал, все простил, забрал на себя даже, пострадал, больно ему было. Люди получали удовольствие от грехов, а Иисус расплачивался за эти грехи, и ангелы не могут это понять, у них другая природа. И они не понимают, как человек, пригласив в свою жизнь Иисуса Христа, не получает от Него никакой радости, никакого удовольствия, он не получает никакой пользы, и он начинает что-то другое искать. Вы знаете, это равносильно тому, что у тебя на столе стоит, знаете, накрытый стол с самой вкусной едой для тебя. И ты такой, посмотрел на эту еду, посмотрел, 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 там мясо, конфеты, торты, там все, шведский стол. Такой, посмотрел, посмотрел на все, пошел такой, под раковину, открыл помойку, и начал там доставать всякие очистки, бумажки, фантики, коробочку из-под молока, открыл ее, раскрыл, надул, выпил, там что там было. Вы можете себе такое представить, чтобы человек от такого шикарного стола пошел к помойке питаться? Человек может пойти к помойке питаться, потому что у него ничего другого нет. Но если человек имеет нормальное пропитание, он никогда к помойке не пойдет. Он никогда, если христиане, на самом деле человек, я скажу так, все люди согрешили, и мы бывшие грешники, все с вами. И однажды Иисус вошел в нашу жизнь, и если мы его не открываем, как источник радости, закончится это тем, я вам скажу, что мы отойдем от Бога. Он будет для нас, как бы прочитанная книга, никак неинтересно, ну что я с Богом я? Особенно если у вас проблем не будет в жизни, то вообще тем более как бы с Богом будет нечего делать. Итак, скука от общения с Богом приходит только от того, что человек не открыл Бога и не опознал его. Он не опознал его. А когда человек открыл Бога и познал, он вкусил, то что будет с таким человеком происходить? Он будет его вновь и вновь хотеть. И это может произойти по разным причинам. Духовное невежество, просто нету никаких знаний. Тебе наврали, тебе сказали, что с Богом надо, знаете, идти по стойке смирно. Ты не можешь. Конечно, мы не фамильярничаем с Богом. Мы не ведем, как с братаном с Богом. Мы уважаем Бога, но мы понимаем, что он немножко больше, чем просто президент. Он наш отец. Он не просто президент, с которым действительно никто не фамильярничает. Мы не видим, чтобы с президентом кто-то фамильярничал. Но с отцом дети могут играть, могут шутить, могут ущипнуть, могут пощекотать, могут что угодно делать. И знаете, что апостол Павел говорит? Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. И так, если у нас нету радости от общения с Богом, от церкви нет радости, от молитвы нет радости, значит, это время. Надо задуматься, надо починить свою жизнь. Ну, мы пришли к этому моменту, когда нужно заняться в свою жизнь и все свои силы кинуть на открытие Бога. Я не сравниваю, я не говорю, что Бог — это мороженое, но я вам просто покажу пример один. В Библии написано «Вкусите и познайте как благ Господь». И знаете, что многие люди, они, знаете, вот как мороженое, да, вот если человек, например, никогда не ел мороженое, да, например, я приеду куда-то в какую-то страну, где индейцы, дикарей, я вам покажу вот это. Скажете, они поймут, что это? Я вам скажу, что это такая вкуснятина? Не поймёт, он будет смотреть на меня большими глазами. И если я даже ему дам, он будет смотреть, он будет думать, что это такая за вещь, интересная какая-то вещь. А я говорю, надо кушать, надо в рот класть, это практическое мороженое, это не теоретическая вещь, это практическая вещь. Когда людям говорят, что Бог — это не просто теоретическая вещь, это не просто какое-то учение, это не просто куча знаний, это практически, это хлеб. Иисус сказал, я хлеб живой, шедший с небес, кто будет есть меня, будет иметь в себе жизнь. Есть это практическая вещь, никакой теории в еде нету, ее надо брать и есть. И у христианства проблема между теорией и практикой, у нее всегда есть проблема. Они знают, но ничего не умеют. У них много знаний о Боге, но нету радости. Лучше я меньше буду знать, но я буду радоваться, чем у меня вспухла уже башка от знаний. Я все знаю, ничего не могу использовать в своей жизни. Это все равно, что, знаете, вокруг хлеба ходить и голодному быть. Голодному ходить вокруг хлеба. Что ходить вокруг хлеба? Бери, ешь его, отрезай, еще, еще, бери, кушай. Мы хлеб зачем покупаем домой? Чтобы кушать с утра, вечером. Итак, самое главное. Мороженое. Почему люди едят мороженое? Потому что полезно? Оно не полезно. Ну, чуть-чуть, ну, как бы. Мы понимаем все, да, о чем идет речь. Ну, настолько вкусно. Раз ты попробовал мороженое, особенно детки. И как они хотят? Они готовы по несколько мороженых в день есть. Да, Вилли? Купишь, купишь ему с утра мороженое. Если спросишь у него днем, хочешь мороженое? Попкорн мороженое хочешь? Если такого мороженого. Да он захочет. А почему? Потому что он однажды попробовал. И он еще и еще хочет. И когда мы идем гулять с детьми, то мы знаем, что надо купить мороженое. Мне нравится. Очень вкусно. Вы извините, это не духовная вещь, это практическая вещь. Если вы верите в Бога, вы его должны кушать. Мороженое – это не Бог. Господь Иисус Христос – это практический Бог. Это не теоретический Бог. В Боге и в Слове Божьем, и Библия – это книга теории и практики. Это не книга теории. Нету такой книги «теория апостолов». Есть деяние апостолов. А в деянии есть и теория. Правильно? Правильно? Будете проповедовать? Вот ко всем говорю, будете есть мороженое? Детям стало грустно от того, что я мороженое. Но я говорю, проповедуйте, вы будете есть мороженое. Мне нравится такое мороженое. А оно простое мороженое. Знаете, никакой рекламы мороженому. Я просто говорю, что это вкусно. И вы это знаете. А почему? Вы пробовали. Вы никогда не откажетесь от мороженого. Луки 15, глава 11 стих. Еще сказал. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу. Отче, дай мне следующее мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Вопрос. Что не хватало младшему сыну? Что? Что он искал? Что он искал? Он искал фан. Он искал приключения. Он искал веселья и радость. Откуда мы об этом знаем? Потому что он сразу пошел к блудницам. И как он? Он не был грустно и с блудницами. Он веселился. Он раскидывал деньги. У него был праздник. У него был праздник. Грешный праздник. Потому что в доме отца он этого не нашел. Он не открыл. Отец всегда был на месте. Но он по-другому как-то знал отца. И написано, когда он пришел обратно к Богу, обратно к отцу домой. 24 стих. То отец сказал. Заключение этой притчи о блудном сыне. Ибо этот сын мой был мертв и ожил. Когда ты не радуешься, ты мертвый. Даже если у тебя знания есть. Правильные знания и правильное учение. Но если ты не радуешься, ты мертв. Ты не живой христианин. Ты мертвый. Знаете, есть... Вот смотрите. Возьмем, например, новообращенный человек. А что он знает вообще о Боге? Ничего практически. Но он такой радостный, такой счастливый. И это надо хранить всю свою жизнь. Потому что Бог его наполнил. Так классно. У него столько эмоций, столько чувств. У него теперь появилось будущее. С Иисусом Христом. Бог простил все его грехи. У него есть братья и сестры, которые его любят. И знаете, это надо сохранить. Ибо этот сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Когда ты не радуешься, ты пропадаешь. Знаешь где? В поисках радости. Ты пропадаешь. Ты не просто пропадаешь, такой тухтишь. Нет. Ты пропадаешь. Вот это состояние, когда ты ищешь радость вне Бога, называется пропадаешь. Пропадал и нашелся. И что они начали делать? Бог и человек. Что они начали делать, когда человек пришел к Богу? Они начали веселиться. И на этом притча заканчивается. Она заканчивается на веселье. Блудный сын. Это просто младший сын. Он очень сильно нуждался в радости. В отличие от старшего сына, он дважды радовался. И греховно радовался. Конечно, он потом стал бомжом. Конечно, он пережил почти уже кризис. Уже момент аморы пришло, к нему постучалось в сердце, момент смерти. Но все-таки он еще выжил и пришел к отцу. И его жизнь восстановилась. Восстановилась. Из проклятия, из пепла он поднялся. Пришел к отцу. И вот тогда он вкусил, как благ отец. Когда они стали веселиться, с Богом нужно веселиться. Вы скажете, что это за учение? Это самое серьезное учение, которое вы можете услышать. Веселиться с Богом, радоваться. Вы знаете, что детям нужно? Им нужно радоваться. Им должно быть интересно. Если им не интересно, они сразу уходят. Почему дети сидят? Потому что я ем мороженое. Обычно они не сидят на собрании. Именно радость и веселье искал блудный сын, уйдя от отца своего. Радость и веселье. Христианин, думаете, он не ищет. Есть религиозные христиане. Они одели маску такого, знаете, святого. Такого, знаете, высшего ранга христианина. Никакой он не святой и никакой он не высший. Когда цирк закончится, он из церкви выходит, он становится нормальным. И он так же идет, как все, куда-то и что-то делает. Ищет радость. Если он с Богом ее не получил, держите. Он отрывется. Вы не увидите просто, как он будет отрываться. Где-то в другом месте. Поэтому отрывайтесь в церкви. Отрывайтесь с Богом. Во время прославления. Не будьте, как рыбы, молчаливы. Говорите аминь. Аллилуйя. Вы знаете, мы делаем. У нас состоит собрание из первых двух важных частей. Поклонение, прославление, музыкальная часть. Когда мы Богу поем, воспеваем. А потом мы наполняем, ну, слово слушаем. Мы не делаем наоборот. Потому что для человека важно сначала опустошиться. Сначала стать пустым. И во время поклонения, когда ты Богу все отдал, всю хвалу, ты стал пустым, а теперь он тебе отдает во время слова. Он тебя кормит. Он искал радости, веселья. Молодежь сегодня именно этого и ищет. И, к сожалению, часто бывает в церкви, они не находят ее. Я ДВР. Я ребенок верующих родителей. Дети верующих родителей. ДВР. Есть еще одно название. Клеймо. БМВ. Более-менее верующий. Так я был и ДВР, и БМВ. И знаете, что мне было в церкви неинтересно. Я признаюсь, я скажу так. Я не скажу, что церковь была плохая. Наверное, я был плохой. Но мне было неинтересно. И ничего не сделаешь. А спросите у меня, а на улице мне было интересно? Да, да, да. И именно на улице я меня и тянуло, и пропадал там, с друзьями. Но потом, когда меня Господь коснулся, я пришел в церковь, мне стало интересно. Никто меня не заставляет ходить больше в церковь. Мои ноги бегут сюда. Ноги вы куда? Мы бежим в собрание. Он искал радость и веселье. И поэтому, не находя ее в доме, он ушел. Причина этому – незнание своего отца. Он не попробовал. Заметим, что отец не поменялся. Отец каким был, таким и остался. Сын поменялся. Поэтому отец для него дал эту радость. Иногда Бог рядом с нами. Бог-отец рядом с нами. Для радости мы его не видим вообще. Мы как бы не ищем, мы даже не приходим к логическому заключению, что он может хоть как-то повлиять на нашу радость и счастье. Ну как? Вы знаете, как Бог сделал? Что мы счастье получаем и от общения с Ним, и от общения с братьями и сестрами. Когда мы общаемся, мы же тоже радость получаем. Когда мы с братьями сидим, чай пьем с сестрами в церкви, мы встречаемся, мы общаемся. Мы тоже получаем радость и общение. Прочитаем теперь про старшего сына. 25 стих. Луки 15, 25. Старший же сын его был на поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликования и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он такого не видел никогда в своем доме. Он говорит, что это такое? Что это у нас в доме за дискач? Что это? Он сказал ему, брат твой пришел и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Вот так вот религиозные верующие. Я верю, что религиозные верующие могут поменяться. Он осердился и не хотел войти. Там, где радость, ему там не по себе. Отец же, выйдя его, звал его. Он сказал, давай с нами порадуйся. Нет, я не буду с вами радоваться. Это что такое? Как вы себя ведете вообще с Богом? Отец говорит, я же Бог. Я, Бог, тебя зову. Давай радоваться с новообращенными. Я не могу радоваться. А что, чему радоваться? Вы неправильно по Слову Божьему делаете вот это. Вы неправильно по Слову Божьему вот это делаете. Он говорит, я, Бог, тебя зову в радость. Ты даже этого не слышишь. Но он сказал. Он усердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу. Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. О чем думал старший? О том же, о чем и младший. Это была проблема этой семьи. Не было радости в этой семье. Вы знаете, в многих церквях, мы говорим, церковь – это семья Божья. Нету радости. Нету радости. И это большая проблема. Это нужно бить тревогу. Это нужно, знаете, вот как пожарка едет, пожарная машина, она сирену включает. Проблемы, расступайтесь все. Срочно надо решить проблему. Тебе срочно нужно решить эту проблему. Потому что ты найдешь идола, который тебя будет удовлетворять. Ты найдешь то, что тебе будет интересно. Если ты не нашел в Боге интерес, значит, ты уже обманут. Значит, у тебя большая проблема. У тебя духовный рак. Ты не знаешь диагноза своего. Ты умираешь. Ты уже умираешь. Ты только, когда ты придешь к Богу. И сам Бог скажет. Он пропадал и нашелся. Он ожил. Он был мертв и ожил. Когда радость наполнит церкви. Когда Бог. Бог. Радость. Это свидетельство присутствия Бога. Радость. Бог хочет, чтобы на церкви опустилась великая радость. Но Он хочет, чтобы мы позволили этой радости прийти. Чтобы Дух Святой мог прийти. Чтобы Дух Святой не был безработным, сидячим. Знаете, смотанным по рукам и ногам и рот ему, знаете, заклеили. Тейпом. Дух Святой во многих церквях никак не участвует. Он, может быть, сидит там и ничего не может сделать. Может быть, его там даже и нету. А Он хочет. Он хочет благословлять. Потому что Он послан к церкви. Он послан в церковь, чтобы наполнять ее радостью. Чтобы приносить божественную радость. И если мы сами себя лишили радости, скажите, где здесь ум? Где здесь логика? Почему мы загнали себя в какую-то печаль? Это дьявол сделал. Это дьявол обманул нас. Нам нужно отряхнуть голову свою. Втряхнуть и сказать, Господь, откройся мне такой, какой ты есть. Хватит мне вот этих картин негодных, ненушных. Дьявол тебе рисует Бога занятого, Бога жадного, Бога скучного. Но самое, вот послушай, самая большая радость, вот просто поверь, я тебе говорю, ты этого не испытал. Я тебе говорю, самая большая радость это в Боге. Самая большая радость это в Боге. Иди сейчас после этой проповеди, открой для себя Бога. Открой для себя Бога. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok